Я бессмертная Елена Васильевна, 1976 года рождения. Я вам расскажу, как у нашей семьи отнимали квартиры с 2015 года. У нас была большая семья. Квартиры нам достались, мы покупали, вступали в кооператив. Родители нам приобретали квартиры, вступали, первоначальный взнос платили в кооперативе. В дальнейшем мы выкупали, дети мы выкупали, жили своими семьями. С 2015 года у нас начали отжимать квартиры, изымать в доход государства методом подстав. Первую квартиру в 2015 году отжали у моей матери, которой сейчас 70 на сегодняшний день, 70 лет. Квартира досталась моей матери от ее покойной матери. Трехкомнатная квартира на первом этаже. Но спустя время мы обращались в суды, все оставляли без изменения. В 2019 году Верховный суд, рассмотрев и изучив все документы, вынес решение спустить в город о рассмотрении. И городской суд, бессмертной Раисы Макаровны, вернул ее единственную квартиру. Вторую квартиру, находящуюся в этом же доме, на втором этаже двухкомнатная квартира, она принадлежала покойной дочери, бессмертной Раисы Макаровны. Бессмертная любовь Васильевна умерла в 2014 году. Спустя полгода, когда нужно было вступать в наследство, бессмертной Раисы Макаровны и ее внуку, бессмертному Константину Васильевичу, также изъяли квартиру. Висел баннер, висел баннер, квартиру выставили на продажу, пришел риэлтор, риэлтор, которого она знала, парня, сказал, ну я хочу показать квартиру вашу, Раиса Макаровна дала ключ, дала ключ, он пошел показывать, ну в квартиру оформили Хаитову по 131 статье, квартиру изъяли в доход государства, не дав возможности вступить в наследство бессмертной Раисы Макаровны и бессмертному Константину Васильевичу. Третья квартира принадлежит мне, я собственница квартиры. Квартира находится в этой же Махале, соседний дом. Однокомнатная квартира, площадь квартиры 45 квадратных метров, был евроремонт, но сейчас она в аварийном состоянии, сантехника, вышла из строя сантехника трубы. Квартиру изъяли в доход государства в 2016 году. Квартира на стадии рассмотрения в Верховном суде. Мы с 2015 года, есть лицензия у нас в ГУВАХНАМА, мы предоставляем официально квартиры для приезжих. Семейным людям, не для интимных отношений. Делаем людям регистрацию, выписываем квитанции. Клиенты подписывают договора, что лист противоположного пола для занятий интимными отношениями не приведут в квартиру. В 2016 году мой брат был оформлен и работал на фирму, получал зарплату. На его телефон произошел звонок. Он разместил информацию и дал свой телефон. На его телефон произошел звонок. Он пошел показывать квартиру. и сотрудниками Икосарайского РУВД прошел по статье 131. Как что в квартире там было, я об этом не знала. Наследствие меня не вызывали, как собственность у меня проигнорировали. На суд меня не вызывали. О дальнейших подробностях может рассказать бессмертный Владислав Васильевич. Он двое суток провел в следственном изоляторе, был избитый. С него требовали документы фирмы, уставы. Я являюсь директором фирмы. А бессмертного Владислава Васильевича двое суток ни за что продержали в следственном изоляторе. Сейчас на каком стадии это дело? Сейчас на стадии, ну, также на стадии рассмотрения. В Верховном суде? Да, в Верховном суде. Квартира конфискована и перенадана в баланс Хакимията. То есть за короткий срок вы лишились трех квартир? Да, с 2015 года по 2016 год мы лишились трех квартир. У нас изъяли три квартиры.